Итак, добрый день, доброе утро, шалом из Иерусалима, святого города Иерусалима, как говорится, из Сиона выйдет Тора, у Дварашем и Слово Бога из Иерусалима. Вот прямо говорилось так, но никогда я не думал, что прям так явно будут все пророчества сбываться, как сейчас мы видим своими глазами, как сбываются все-все пророчества на наши глаза. Все, Дерди Нивни нас смотрит, как обычно, и мы продолжаем изучать притчи, притчи царя Соломона, продолжаем изучать все вместе, почему-то стало, очень много людей сейчас в интернете, нечем больше заняться, все сидят в интернете, и стало очень, ну представляете, какая нагрузка, то есть сейчас в мире нагрузка на интернет увеличилась несколько раз, представляете, как он вообще выдерживает, непонятно. Я смотрю по нашему сайту, по 5 сфер, например, сайту, да, в два раза выросла посещаемость, то есть в два раза выросла посещаемость портала 5 сфер. И сейчас все собираются в нашем виртуальном Бет Медраж, Бет Медраж это дом учения, у нас есть виртуальный, мы находимся в облаке, то есть мы находимся в облаке Бет Медраж, дом учения, и изучаем царь Соломон, он как будто бы живон, как будто бы с нами сейчас разговаривает через свою книгу. Представляете, царь Соломон, который жил почти 3000 лет назад, и он сейчас с нами разговаривает в виртуальном Бет Медраше через интернет. Мне непонятно, почему нет комментариев, почему-то нет комментариев, видно меня или нет, может быть, вот что-то я не так в настройках нажал. Ни одного комментария, да, можете посмотреть вот с телефона, почему нет комментариев, так, почему же нет ни одного комментария, или потому что все пишут комментарии, или потому что что-то сбилось в настройках. Так, вот я написал, мой комментарий видно, Георгий Нивня, видно его комментарии, смотрит, нет, даже нет комментариев, пошли. Наверное, сейчас, я так думаю, что из-за того, что большая нагрузка, каждый сейчас что-то написал, и оно летит сейчас по интернету, летит куда-то, ведь Фейсбук же находится в Америке, значит, долетел до Америки Марк Сутерберг. Он, он, то есть, есть комментарии, а я их не вижу просто, я их не вижу, жалко, ну ладно, будем без комментариев, хорошо, значит, все, мы продолжаем, продолжаем изучать Мишли, притча царя Соломона, 11-я глава. Сегодня очень интересные, очень интересные сегодня обсудим, которые отрывки дают нам такие инсайты, мне лично дали очень серьезные инсайты. 12-й отрывок, 12-й отрывок, это, звучит он так, баз лиреегу хасар лев, позорит ближнего своего, хасар лев, это тот, кто не управляет собой, не управляет своими эмоциями, хасар лев, это человек, который не управляет своими эмоциями. 12-й отрывок, он позорит часто своего ближнего, выиш твунот, человек, который умеет думать, твуна это сообразительность, то есть, человек, который рационально размышляет и умеет делать причинно-следственные связи, человек, который рационально мыслит, я хариш, он молчит. 12-й отрывок, это очень большая разница, огромная разница между хасар лев, хасар лев это эмоциональный человек, который не управляет своим мышлением, у него мышление, оно его бросает туда, сюда, и он как бы, он следует за ним, то есть, он не управляет своими мыслями и словами, а его слова и мысли управляют его, его сердцем. 12-й отрывок, это тот, кто называется хасар лев, не управляющий собой. Иш твунот, он наоборот, он рациональный, он может каждую мысль, как кирпичик, собрать, разобрать, включить, выключить, то есть, это называется человек иш твунот, понятно, да? Теперь дальше. Почему это очень важно сегодня? Потому что человек хасар лев эмоциональный, он может очень часто позорить своего ближнего, он ближнему сказал какое-то обидное слово, и ближний его покраснел, побледнел, покраснел, побледнел, он его позорит. Я слушал вчера обращение Равбинсона Зильбера, это один из самых величайших мудрецов Торы русскоязычных, точно нашего поколения. Он сказал, что от имени Равхайма Каневского, что то, что сейчас происходит, очень напоминает ситуацию во время храма. Когда был храм, человек, о котором говорил Лашонара, его Бог наказывал язвами, у него по телу шли язвы, то есть, в то время было духовное, проявлялось очень быстро на теле. И у него были язвы, и таких людей их отдаляли, их садили в беду, их садили на карантин, их отдаляли от общества. В данный момент, из-за того, что все сейчас сидят на карантине, сказал Равхайм Каневский, то есть, Рав Бенсон от имени Равхайма Каневского, что то, что сейчас, то, что сейчас происходит, это наказание за то, что люди позорят друг друга, не следят за своими словами, и в коммуникации, в общении с друг другом, очень сильно друг друга обижают. Если люди друг друга обижают, люди друг друга словами, они не хотят друг друга видеть, значит, ситуация, сейчас все сидят отдельно по клеточкам и друг друга не видят. То есть, все здесь происходит, люди сами устанавливают в себе ту реальность, в которой потом и живут. И очень часто эта реальность, она, то есть, как бы неосознанно люди, вот, друг друга там проклинают, обижают. В том они оказываются в этой реальности. Поэтому, еще раз, двенадцатый отрывок позорит ближнего своего. И ближний здесь очень интересно. Ближний это друг, это тот человек, к которому ты хорошо относишься. И человек, который не управляет собой эмоционально, он может своего друга, не ближнего своего, да, он может его обижать неосознанно, он не хочет его обижать. Он просто не управляет своими словами, своими мыслями. А человек, который сообразительный, рациональный, он что делает? Он молчит. Он молчит, потому что мы уже учили в Пертьевод много раз, как говорил Раби Шимон. Раби Шимон, он говорил, что И действительно, молчание, когда человек умеет молчать, умеет не ответить, это лучшее, что есть качество у человека, который реально тогда, он осознанный и он управляет собой. Хорошо, теперь дальше. Тринадцатый отрывок. Олех Рахиль Мегалесот. Ходит сплетник и открывает тайны. Ходит сплетник и открывает тайны. В нейман руах Мехасе Давар. А тот, у кого нейман руах, это доверенный духом, то, что называется, доверенный духом, покрывает вещь, скрывает вещь. Значит, есть люди, которые, Рахиль это сплетник, то есть они услышали что-то плохое, они услышали что-то плохое про кого-то, и они ходят и разносят это как заразу, сплетник. Теперь опять же, наказание за лошонара, за злоязычие и за сплетничество. Сплетничество это Рахилут, да, то есть есть такая книга, написала Хафецкая, называется Шмират Алашон, видите? Это Шмират Алашон, как охранять свою речь. Шмират Алашон, вот такая есть книга. Теперь два страшных есть преступления, которые являются запретами истории, что первое, нельзя говорить людям позорящие их вещи, даже если тебе кажется, что это правда. И второе, нельзя передавать, нельзя быть сплетником. Если ты услышал от ком-то что-то плохое, то тогда нельзя это передавать. Теперь, какое было наказание еще раз во времена храма? Тех людей, которые плохо говорили о других людях, Бог их наказывал язвами, они шли, у них по телу шли язвы, а после этого их изолировали. Когда у них были язвы, их изолировали от общества. То же самое происходит сейчас, то есть мы видим из ситуации, мы видим ее духовные корни. Поэтому то, что здесь написано, давайте еще раз прочтем. Первое, что мы поняли, что позорит ближнего своего, эмоциональный Хасер Лев, человек, который рациональный, такой мудрый человек, он молчит, он промолчит. И тот, кто ходит сплетником и передает друг другу чужие тайны, рассказывая про других позорящие вещи, он, значит, ему нельзя доверять, естественно, и его изолируют от общества. А Нейман Руах, это люди доверенные, люди, которые умеют скрывать чужие тайны, которые, вот им можно доверять. Знаете, есть люди, которым можно доверять. Значит, он обычно, михаце товар, он скрывает вещи. Четырнадцатый отрывок. Четырнадцатый отрывок, теперь что делать? Значит, первое, это очень все, я считаю, можно и нужно применять в нашей жизни, в сегодняшней. И первое, что нужно делать, это следить за речью. Следить за своей речью, есть внутренняя речь. Иногда человек сам себя съедает, как яд. Есть у нас на портале 5сфер несколько статей, очень популярных, как люди своими словами, они уничтожают свое здоровье. Что есть в словах причина, там, многих болезней. И когда человек начинает следить за своими словами, иногда человек себя же уничтожает внутри своими словами. То есть он к себе плохо относится. И, естественно, тот человек, который к себе плохо относится, который строгий к себе, он, естественно, точно так же ведет себя по отношению к другим людям, говоря, там, ужасные вещи друг на друга. Значит, первое, мы должны следить за своей речью, внутренней и внешней речью. Второе теперь, что делать глобально? Глобально 14-й отрывок 11-й главы, он говорит нам следующую вещь. Бээн тахбулот и поль ам. Когда нету тахбулот, тахбула, сейчас мы разберемся, что такое тахбула. Очень сложное слово, в русском языке я не нашел аналога этого слова. Тахбула это, давайте сейчас я переведу весь полностью 14-й отрывок, а потом разберем по словам. Бээн тахбулот и поль ам. Когда нету вот этих вот тахбулот, назовем это так, я когда переводил, назвал это хитро-мудрое решение. Тахбула это хитро-мудрое решение. Когда нету хитро-мудрых решений и поль ам, упадет народ. Учуа спасение, бэров юэц, когда есть много советников. Значит, что это значит? Вот смотрите, мы уже учили в Мишле, есть такой отрывок, очень-очень мудрый, популярный такой отрывок. Я его очень часто использую. Работ макшивот бэлев иш. Много мыслей в сердце человека. В отца Ташем. Совет Бога. И такум. Он сбудется. Значит, есть у человека в голове много мыслей. Все время человек мыслит, что-то себе думает. Вот так, а может так. Там что-то он слышит, читает. У меня была интересная вчера ситуация. Вчера была интересная ситуация. Я созвонился с одним своим приятелем. Он говорит, ситуация в мире катастрофа. И мне рассказывают все самые худшие варианты развития событий со всеми фейками, но не настоящими. Я просто знаю, что там несколько вещей, которые он сказал, они не настоящие. Это новости, которые просто запускают в СМИ, которые, опять же, борются за внимание. А так как пугающие вещи вызывают внимание, то много СМИ печатают совершенно жуткие заголовки для того, чтобы привлечь к ним внимание. Так вот, я разговаривал с одним своим приятелем. Он мне рассказал все самые жуткие новости, которые только есть. И конец его разговора, все, катастрофа и все. Я, значит, я просто почувствовал, как у меня внутри от его слов поднялась вот такая прямо негативная энергия и эмоциональная, и паника. Прям реально, вот я наблюдал за собой. Просто это как такой, вот эти вот слова его, которые я услышал, они включили, чик, включили у меня внутри негативную энергию. Потом я позвонил другому человеку, своему брату Михаилу. Мне Михаил рассказал все самые лучшие новости, которые только есть медицинские, с точки зрения медицины там и так далее. И, значит, говорит, все отлично, все хорошо, ничего страшного нету, вообще это самое. И я почувствовал, как у меня поднялась позитивная энергия. То есть мы видим, что вот от того, что говорят люди, зависит очень многое. Теперь человек, когда он внутри находится, у него в его подсознании, в его долговременной памяти, в его жестком диске, очень много скоплено мыслей, идей, жизненного опыта. И особенно запоминаются у людей какие-то проблемные моменты. И все это находится у них в... Вот Сара пишет, Казан, что она вырвала вчера от одного негативного поста. То есть у каждого из нас внутри есть в подсознании, как скопление негативных мыслей. И чем больше у человека было негативных в жизни переживаний, тем у него эти... Это как нарывы такие внутри. Есть психологическая там теория, психоанализы. Они говорят, что эти нарывы внутри, вот эти вот негативные переживания, которые у человека внутри остались, они вызывают психические болезни. Теперь внешний мир, он активизирует, активизирует, как по условным рефлексам, активизирует эти болевые точки. То есть человек слышит какую-то информацию, она у него включает его, вот это вот активизирует его болевую точку в его подсознании. И у него оттуда начинает как гной прорваться в его сознание и эмоциональное состояние, и как следствие физическое состояние. Это следствие тех мыслей, тех семян, которые есть внутри подсознания у человека. Понятно, да? Теперь, когда человек решает что-то делать, это называется ЭЦА. То есть, работ Махшивот Белет Иш, много мыслей в сердце человека. В ЭЦА Ташем и Такум. Значит, ЭЦА это когда происходит какое-то решение. Какая-то мысль становится, вот все, человек говорит, я буду делать так. Это называется ЭЦА. Теперь, когда начинается опасное время, война, то решения, которые принимают люди, они очень становятся простыми. То есть, людьми начинают руководить инстинкты, страх, и их решение, то есть, их мышление сужается до, ну, какой-то минимальной возможности только выжить. Паника, страх, убежать, парализовало и так далее. То есть, в негативном эмоциональном состоянии у человека перекрывается способность к рациональному мышлению. Теперь, во время войны, вот эти вот ЭЦОТ, те решения, которые принимают человек, они становятся неэффективными. А что становится эффективными? То, что называется ТАХБУЛА, хитроумное решение. ТАХБУЛА это, вот когда люди играют в шахматы, они просчитывают ситуацию на 3-5 ходов вперед. То есть, они считают, а если так, то так, а если так, то так, а если так, то так. То есть, это называется ТАХБУЛА, соединение нескольких рациональных каких-то микросхем. И когда ты знаешь, как вести себя в этой ситуации, как вести себя в этой ситуации, как в этой. Интересно, что когда наступает время войны, или вот как сейчас вот такая вот в мире ЧП чрезвычайная ситуация, то включаются специальные протоколы. То есть, есть такие специальные протоколы у врачей, протоколы у государственных служб. То есть, включаются не эти схемы, по которым они должны действовать, потому что разум человека перестает работать. Теперь, если нет вот этих ТАХБУЛОТ, если нет вот этих рациональных схем, как правильно себя вести, если так, то так, если так, то так, если так, то так. То есть, если человек не включает вот эти вот сложные рациональные конструкции, тогда написано ИПОЛЬ АМ, упадет народ. То есть, народ начинает тогда бегать просто как испуганные животные, стада вот такие вот туда-сюда, туда-сюда. Если нету продуманных схем, народ падает. Теперь дальше. ВЭДШУА, спасение, БРОВЮЭЦ, когда есть группа советников. То есть, когда собирается группа мудрецов, и эти мудрецы, они взаимодействуют друг с другом, то тогда есть от этого спасение. То есть, они могут реально понять и придумать, что надо делать. Это то, что здесь написано, спасение, когда есть много советников. Один советник, он тоже может попасть в сумеречное состояние души. Поэтому, когда есть много советников, когда люди могут мыслить рационально в ситуации, которая есть сегодня, то это отлично. Я всем советую, кто хочет разобраться действительно, что и как работает, послушайте, пожалуйста, есть доктор Комаровский, который каждый день отвечает на 30 вопросов. И прям он конкретно по 2 минуты, он доктор, он очень рационально умный человек. В Ютубе есть доктор Комаровский, ответы на вопросы. Я советую слушать, кто хочет понять, чему верить, чему не верить, именно в медицинское какое-то... Он реагирует каждый день на все события, которые происходят. Доктор Комаровский, Ютуб-канал, миллионы просмотров у него, последние эти ролики. Очень мне понравилось, как он отвечает на вопросы. В духовном плане есть портал Taldo.ru. Я очень вчера меня вдохновила, есть 2 лекции. Пожалуйста, вот сейчас Яков Шатадин, Влад Косов тоже приложат к моему этому сегодняшнему уроку. Есть урок замечательный про коронавирус Равашер Кушнир. Равашер Кушнир, один из самых известных русскоязычных раввинов, он целый урок провел о коронавирусе. И вчерашнее выступление, вот я слушал Рав Бинсон Зильбер, который сказал буквально коротенько, 3-4 минуты его обращения, от имени Равхаи Маканевского, это великий мудрец нашего поколения. Пожалуйста, послушайте. Все, и первое, что мы должны делать, это не быть хасерлев, не быть людьми эмоциональными, которые не могут управлять собой. Лучше молчать, чем говорить негатив, потому что любой негатив, сказанный нами, возвращается на нас, поэтому лучше не говорить, чем говорить негатив. И слушаем, слушаем Тахбулот, хитромудрые решения мудрецов, которые принимают эти решения, собравшись и подумать. Не идите за своими эмоциями, не идите за своими вот этими инстинктивными, инстинктивными какими-то вот такими вот страхами и так далее. Все, удачи, удачи, всего хорошего, счастливо и чтобы у всех было здоровья. Желаю всем здоровья, спокойствия и главное душевного здоровья. Вот душевное здоровье это основа всего. Все, всем прекрасного дня, прекрасного дня. Все, сейчас мы приложим именно Равашера урок про коронавирус и Рав Бенсона тоже положение. Дамир про молитву, я же уже говорил, делал очень классно про молитву. Хорошо, я может быть проведу урок про молитву, может проведу, да. Блин, без обеда постараюсь, это важно, да, научиться молиться. Все, удачи, успехов, счастливо.